а ведь действительно, вот смотрите как интересно я сейчас пофантазирую допустим через неделю что-то произойдет какой-то большой грохот будет на Симхозских полях и найдутся жители Симхоза, с поселка Конкурс которые будут говорить что действительно там была встреча с НЛО потому что остались вот они, эти круги вы можете прийти и посмотреть приедут журналисты Первый канал снимет репортаж может не покажет, но нам-то это не важно потому что слухами земля помнится, начнется великая молва сначала сюда приедут все московские уфовы потом, наверное, кто-то из-за рубежа потом найдется умный человек какой-нибудь наш чиновник который разобьет какую-нибудь палатку торговать сувенирные продукции экскурсии будут возить можно даже назвать тех людей в поселке Конкурсный которые будут водить эти экскурсии я бы сам с удовольствием поводил экскурсии и рассказывал про НЛО я вас удивляю приезжало бы больше людей чем в Троице Сергеев монастырь я даже поражаюсь вот сейчас как до этого раньше не додумались это же грандиозная была бы мистификация сколько бы настоящее развитие территории какой посадь сити на Симхозских полях надо срочно там сажать неопознанные летающие объекты вот все это сделали в розовом все, что связано с бизнесом бороться с этим абсолютно не полезно это уже стало частью массовой культуры так что три причины я бы назвал базовой или повышенная яркость каких-то звезд или кинофильмы и сериалы они часто снимаются как секретные материалы в документальной манере смотришь и действительно во все это видишь потому что это специальная такая подача или все-таки это государство переживающее особые трудности когда открываются окна знаменитый ученый Карл Густаф Линк он дал ответы на все вопросы написал специальную статью современный миф о небесных знамениях я ответил когда-то в древности человек боялся молнии уделял ее сверхъестественными вещами все фобии, все страхи которые живут в нашей душе они являются универсальными мы боимся в общем-то одних и тех же вещей в детстве, например, темноты это так называемые архетипы и этот страх глубинный, который существует в нас вместе с тягой к чудесному непознанному в каждый век приобретает свой облик в американской писательнице Джоан Роунин есть гениальный, на мой взгляд, образ такое существо волшебное, боборт это какой-то шарик, я уже не помню или вообще он какой-то бесформенный ничего из себя не представляет но когда человек открывает шкаф, там сидит этот боборт боборт обязательно принимает образ какого-то страшного существа или главного страха, который человек испытывает кто-то видит анаконду, кто-то крокодила кто-то, я не знаю, диктаторы или еще что-то вот у человечества в каждый век был свой боборт в средние века все видят ангелов и демонов в двадцатом веке все видят неопознанные летающие объекты это игра разума мне одна моя знакомая сказала, она уже в возрасте она говорит, ты знаешь, я боялась больше всего в одной кошмар она что-то спросила, какие кошмары там она видела какой-то такой разговор был интересный она сказала, что ей все время снились фашисты которые отбирают у нее ее маленького братика вот сегодня кто-нибудь из современных молодых увидит в кошмаре фашистов? скажите мне, нет они будут видеть что угодно кредик Рюбера, Дракула, анаконду но не фашистов сознания общественные меняются меняются образы и меняется все то есть права была Бехтерева, знаменитая наша академия которая говорила, что мозг такая загадочная и не исследованная штука что вот вы заходите в какую-то аудиторию вот куда-то, и вам кажется, что вы здесь все знаете вы здесь были как будто в прошлой жизни это эффект Дежавю это просто игра разума, потому что здесь вы, скорее всего, никогда не были но он периодически преподносит нам какие-то загадки и сюрпризы вот это вот совершенно фантастические вещи религия и все, что с ней связано я тем не менее, как верующий человек это скажу вот с точки зрения ученых несмотря на то, что я верующий религия это то, что невозможно изгнать из человеческой души вот сколько бы наука не расколдовывала человека из общества все равно что-то глубинное, какая-то тяга к тайне, к загадке она останется, и она всегда будет как-то проявляться и тем не менее, я абсолютно убежден несмотря на это, что не подтвердилось ни одного факта неопознанных летающих объектов я абсолютно убежден, что внеземные цивилизации существуют они должны существовать и парадокс Ферми точно так же должен иметь какое-то решение а какое? итак, если их много, почему мы никого не видим? я не допускаю гипотезу уникальной Земли как единственной все это так нам повезло с водой, с кислородом, с солнцем недалеко, чтобы замерзнуть, не близко, чтобы сгореть но математически такие же уникальные Земли могут возникнуть и на других просторах галактики может быть верны другие теории например, такая что технически развитые цивилизации на определенном этапе погибают в ядерной войне то есть проходит какой-то период развития и потом оружие массового поражения уничтожает саму этой цивилизации может быть парадокс Ферми решается тем, что слишком далекие все-таки эти межзвездные расстояния 10 лет нужно вояджеру беспилотной станции автоматической, чтобы добраться до Нептуна но 80 тысяч лет для того, чтобы достигнуть ближайшей альфа-центабры ну представьте, что мы послали им сигнал они нам послали сигнал когда это все будет, когда мы это увидим мы этого просто не дождемся и очень интересная была версия, когда предположили, что все ищут, но никто не посылает сигналы то есть вот этот большой ухо, который сигнал ОГО зафиксировал они же ждали какие-то сигналы оттуда а есть ли и на тех планетах, кто же ждут и ищут, но никто не посылает привет и они стали вот эти вот месседжи посылать и было их очень много послание Айсиба, это был радиосигнал потом были материальные такие послания таблички на пластинке Пионера это межпланетная станция автоматическая на вояджере и там очень интересно фигуры мужчины и женщины цветы шепот матери плач ребенка там вся информация о планете Земля на 55 языках человеческая речь по-русски здравствуйте, приветствую вас и обращение Картера в 1977 год он был президентом США этот аппарат создан в США стране с населением 240 миллионов человек среди 4 миллиардного населения Земли человечество все еще разделено на отдельные нации и государства но страны быстро идут к единой земной цивилизации мы направляем в космос это послание оно вероятно выживет в течение миллиарды лет нашего будущего когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лиг Земли если какая-либо цивилизация перехватит вояджи и сможет понять смысл этого диска вот наше послание это подарок от маленького далекого мира наши звуки наша наука наше изображение наша музыка мы пытаемся выжить в наше время чтобы жить и в вашем это 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 дать это это глава